На Благовещение Пресвятой Богородицы. О радости, что значит, что Благовещение, светло празднуемое всегда почти совершается в пределах Святого Поста, времени плача и сетования, как Сын Божий входит в общение с нашим естеством, которое Он назвал Храмом, так и нам должно вступить в Церковь, которая есть тело Его. «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите небеса Божию славу» – припев праздника. Ныне празднуем мы, братья, Благовещение. Что значит Благую Весть в возвещении о радости? «Празднуем светло по глазу Церкви, которая всех созывает к веселью и небо, и землю, и ангелов, и человеков, всю тварь, видимую и невидимую». «Благовествуй, воспевает она, земле, радость велию, хвалите небеса Божию славу» – «Да веселятся небеса и радуется земля, да радуется вся тварь и глаз и да поед». Среди такой всеобщей радости о чем приличнее нам и рассуждать, как не о радости же. Все мы любим радость, все ищем радостей. «Тягостны для нас узы скорби. Печаль стесняет грудь, омрачает голову, поражает душу, расстраивает тело. Богат ли кто? Готов, бывает, отдать все богатство, только бы ему возвратили веселье. Славен ли кто? Тяготится самой лестной славой, если у него не достает радости. В честь ли кто? Презирает все почести, когда сердце его томится в безотрадном крушении. При всем, однако, что он, братья, что так естественное и так всеобщее желание радости, радоваться можно и на добро себе, и на зло, в похвалу и в осуждение, радоваться и угодить Богу, радоваться и оскорбить Его, судя по предметам и обстоятельствам нашей радости. Потому-то надо бы уметь отличать радость от радости, чтобы радоваться не в осуждение, а во спасение. Будем же учиться сему Святой Матери нашей Церкви, ныне изливающейся в радостных восхищениях о нас и ради нас. Здесь прежде всего очень вразумительное дает нам наставление обстоятельства времени. Что значит, что Благовещение, светло празднуемое, всегда почти совершается в пределах Святого Поста, времени плача и сетования? Не ясно ли всем уставам Святой Церкви внушает нам Бог, что мы не должны знать никаких радостей, кроме тех, которые открывают нам Благовещение? Действительно так. Мы не можем радоваться без особенного Божия позволения, без непосредственного от лица Его разрешения на радость. Ибо где мы на земле, в месте скорбей и бед? Рай сладости заключен грехопадением, и падшим сказано, мужу в печалях снеси, жене в болезнях родиши. Не дано отраду роду нашему, она под запрещением. Как праотец наш, сидя прямо рая, рыдающий, бил себя в персе от скорби, так и нам, сынам Его, жизнь свою проводить должно в слезах и болезновании. Бог наказал нас, чтобы мы сокрушились и жили со скорбным сознанием вины Своей, чувствуя же на себе гнев Божий. Прилично ли предаваться радостью и веселением? Если раб, находясь под наказанием, веселится, не показывает ли это, что он не боится своего Господина, презирает его угрозы, ни во что ставит его наказание? Не то же ли обнаружим и мы, осужденные в отношении к Богу, самовольно устрояя себе увеселение? И сами мы укоряем того, кто в дни скорби облекается в светлые одежды, не пачили Бог? В забвении о казни, предаваясь радостям, мы не только лишаем себя всякого милосердия и сострадания, но еще большую привлекаем казнь за самоволие и невнимание к божественным распоряжениям. Но коль скоро сам Бог откроет и дарует нам такую радость, то такая радость, несмотря на место изгнания, благословлена. И, должно сказать, одна и благословлена, потому что, как Бог наложил на нас печаль и скорбь, так он же один и отменить ее может, или, по крайней мере, растворить от рады и утешениям. Благословение Божие все разрешает. Всем случай не то уже предусудительно, если кто радуется, но то, если не радуется, тем более, если не умеет радоваться, или даже не знает о радости. Такая радость даже поставляется в заслугу, потому что означает соуслаждение божественному порядку, готовность к деятельному в нем участию. Потому-то человек, Бога боящийся, никак не позволит себе самому прилагать печаль на радость, самовольно слагать себе наложенную на всех одежду сетование. Он действительно более сетует, а если радуется, то только той радостью, которой радоваться разрешил сам Бог. Такая разрешенная Богом радость и есть уже на самом деле. Ее принес к нам ныне Архангел Гавриил, к нам изгнанникам с неба от лица Божия. Он предстал преблагословенной Деве Марии и сказал, «Радуйся, благодатная». И вот сидящим в стране и сене смертной воссеевает в первый раз луч радости. Мрачной долей плача впервые слышится «Радуйся». Преклоним же внимание «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Вдовствовавшая земля снова обручается небу. Мы отдалились от Бога, но Бог не оставил нас. Сам приходит, ища нас заблудших, подъемлет на рамена свои и приносит к себе. Не скоро приходит, чтобы искусить терпение и возбудить жажду помощи, а между тем приготовить, очистить и указать избранное себе селение. «Радуйся, благодатная, благословенно ты в женах». Жена предстоит от лица рода нашего, как начаток благословения, потерянного женой. Пречистая Дева обретает благодать, которой лишила нас праматерь. Обрела, если благодать у Бога, если зачнешь и родишь и сына, и наречешь и имя Ему Иисус. «От ног до главы не было в нас целости, и несть пластыря приложите, ниже елея, ниже обязания». Приходит Иисус, целитель всех наших недугов и душевных, и телесных. Приходит не ходатай, не ангел, но Сам Господь воплощся. Всей будет вели и Сын Вышнего наречаться, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и воцарится в дому Яковли, вовеки, и царствия Его не будет конца. «Бог Царь наш уступил нам в свободе некоторую часть Своей безграничной власти над нами самими, чтобы, свободно принося Ему себя в жертву, мы служили Ему совершеннейшим образом. Но мы возмутились, и преимущество свободы обратили в повод к Своеволию. Бежали из Царства Божия, и куда же? В плен и рабство прежде всего князю века сего. Через Него греху, а через грех смерти и аду». Приходит, наконец, Господь всемогущий связать сильного, свергнуть с престола, изгнать вон и заключить в бездну, а нам возвратить опять свободу в истинном служении Богу, восстановить владычество Божие, воздвигнуть в нас и через нас благодатное Своё Царство. И вот нам, братья, радость Богом благословенная. «Радуйтесь, ибо устроилось Царствие Божие. Сам Господь пришел в мир, совершил дело искупления нашего, основал Церковь Святую и ею спасает приходящих через Него к Богу. Потому сею одной радостью, и должно нам радоваться, так радоваться, чтоб других радостей как бы не было для нас, чтоб мы и не замечали их, не прилагали к ним даже имени радости. Изгнанник, когда по благоволению Царя возвещают ему о возвращении в Отечество, одну только сию радостью имеет на сердце. Заключенный в темницу, получивший свободу, только и радуется одной свободе. Больной, оздоровевший, весь, так сказать, поглощается отрадными чувствами здоровья. Так и нам поступать должно. Тому только радоваться, что Бог Царь наш садил и спасение посреди земли. Восчувствовать сию радость и потом исповедать ее вслух всех высоким проповеданиям. Пусть спросит, кто какая у нас первая радость. Скажем ему, та, что Единородный Сын Божий пришел на землю. Какая вторая? Та, что Он избавил нас от всех язв и душевных, и телесных. Какая третья? Та, что Он поразил врагов наших, дьявола, смерть, ад. Какая четвертая? Та, что Он основал на земле Царство Свое, единую и святую Церковь, которой, приводя к себе людей, преисполняет их всякого рода благословениями в небесных, о Христе. Перечисляя так, братья, все благо, принесенные на землю Сыном Божиим, мы не дождем, пока, наконец, можно будет упомянуть о других радостях, именуемых на земле, даже тех, которые почитаются невинными. Может быть, тысячное останется для них место. И то с великими ограничениями. Так, братья, Святая Церковь, учрежденная Господом нашим Иисусом Христом, есть град на горе, который один укрыться не может, все другое пред ним ничтожно. Припомните, что вся история рода человеческого ограждается двумя чудесными пределами. Сначала раем земным маловременным, а по кончине веков раем небесным и адом бесконечным. Бесконечным. Между ними заключается беспрерывная цепь изменений, которым одна надпись и плач, и жалость, и горе. Отрадное, светлое, чудное, в сих пределах мрака одно дела спасения, совершенные Господом нашим Иисусом Христом, Царство Его Святое, Святая Церковь, как видел еще пророк Исаи из отдаленного, прошедшего в сокровенном будущем, и будет, говорит, в последние дни, явлена гора Божия и дом Божий Версегор. Дом, преисполненный света и блаженства. Припни же, христианин, всем твоим вниманием к сей горе и к всему чудному дому и пребывай так неисходно вместе с мыслью и сердцем. Даниил, находясь в плену у Вавилонин, положил с законом чаще обращаться в ту страну, где Иерусалим, и воздавать поклонение храму его единому истинному. Подражай и ты сему святому делу. Встаешь, вспомни, что есть Церковь Божия на земле. Поклонись внутренне и возрадуйся о милости Божией, явленной нам в ней. Отходишь ко сну, вспомни, что есть Церковь Божия, ради которой ты безопасно ложишься, засыпаешь и встаешь. И среди обыкновенных дел чаще вспоминай о чудных делах божественного домостроительства в его Святой Церкви, от которой исходит благословение на всякое дело благое. Если в каком городе воздвигнут памятник, то сначала о нем одном только и разговаривают и помышляют дома и вне, за делами на свободе, общее внимание всех обращено к нему. Но что для памятника делают вначале, то нам должно делать непрерывно в отношении к Святой Церкви, иметь во всегдашнем внимании в уме и сердце, что есть на земле сей дом спасения, радоваться тому преимущественно и благодарить Бога, воздвигшегося чудный памятник вроде нашим. Но, братья, сия радость наша не будет полной и даже искренней, если мы не усвоим ее себе, если не сделаем из общей радости вместе и частной радостью о себе. Не того мы почитаем счастливым, кто воображает только царский пир, но того, кто удостоивается быть на нем и наслаждаться им. Не ублажаем и того больного, который смотрит только, как один, другой, третий получает исцеление, а сам остается больным. Не того, кто видит, как многие около его милостиво принимаются в царскую благосклонность, а сам остается в презрении и невнимании. Что утешительного смотреть только и девиться чудному делу Божию вроде нашим, не участвуя плодах его. Святая Церковь не затем воздвигнута на земле, чтобы быть предметом праздного любопытства, а затем, чтобы мы входили в нее, делались причастниками благ ее и благословляли Бога. Святой Пророк, видевший возвышение горы и дома Божия вверху ее, видел вместе и то, как все народы единодушно взывали «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковля и возвестит нам путь и пойдем по нему». Припомните притчу о званых на браке. То, что они знали о браке и даже были званы, нисколько не помогло. Требовалось участие, а они отказались, потому и презрены, как неключимые. Великое благо, что Церковь Божия, как скинье, осеняет нас, что она есть в роде нашим и ублажает вступающих в нее. Не забудем же при том, что сие благо может пребывать в нем только через нас, только тогда, как каждый в частности будет иметь живое участие в всем благе. Отказываясь от участия в нем, мы тем самым как бы умоляем его во всем роде и следовательно из простого равнодушия доходим до подрыва всеобщего блага, что свойственно только одной злобе. Видите теперь, что еще требуется для полноты нашей радости. Требуется живое общение каждого из нас телом Церкви Христовой, чтобы все содержащиеся в ней благо перенесть в себя. И архангел не ограничился одним возвещением о рождаемом Царе и Царстве, но не прекратил благовествовательного собеседования, пока не изрек Дух Святый и найдет на тебе сила Вышнего осенится и не услышал сероба Господня. Как Слово, плоть бысть и вместе сокрыто для нас наставление, чем восполнить недостающие к совершенству нашей радости. То есть, как Сын Божий входит в общение с нашим естеством, которое Он после назвал храмом, так и нам должно вступить в Церковь, которая есть тело Его. Когда Преблагословенная Дева Мария предложила Архангелу как обудет сие, как то есть Богом устроиться в ней плоть, Архангел отвечал, Дух Святый найдет на тебя и сила Вышнего осенит тебя. Дух Святый только и нас может ввесть в живое общение с Царством Христовым, которое состоит не в слове, но в силе, то есть в силе Духа. Привлеки Духа, чтобы как камень и живо положиться негде в духовном здании храма Церкви Христовой. Соделайся жилищем Духа, чтобы быть включено жилище Божие Церковь Духом. А для того приступи к сосудам благодати и святым таинствам и пей из них живую воду, пока утолится жажда. Только отверзи при всем уста совершенной богопреданностью. И в преблагословенной Деве Дух Святой начал действовать к общению Богослова с плотью, не прежде, как она всецело предала себя его вседействию в словах сероба Господня. Положи себя в руку Божию, тогда при глубоком молчании естественных движений твоего Духа и тела напечатляется в тебе глагол Духа, вводящий в таинственное общение с Святой Церковью, а через нее с самим Господом и Спасителем. Тогда-то возрадуется сердце твоей радостью не из глагола ную, ибо Царство Божие есть правда, мир и радость о Дусе Святи. И вот второй предмет истинной радости. Если мы уже испытали благодатную милость Божию к себе, принятый в недра Святой Церкви, приобщены к народу Божию, значимся в числе сынов Царствия и ходим среди благ и обетований Его. Сии то две радости, то есть, что есть на земле Святая Церковь и что мы сами принадлежим к живым членам сей Единой Святой Соборной Апостольской Церкви и должны занимать нас во все время жизни нашей, исключая все другие, для которых потому у нас не должно быть ни времени, ни сердца. Так кажется просто и так естественно заметить все предметы радости, радоваться им. Но обращаясь к себе, мы не находим того. Истинная радость наша потеряна, а следовательно и всякая. Правда, потеряв истинную радость, мы много теперь изобрели себе радости сторонних. Но что это за радости? Не упоминать о нашем всем случае обмане, не обнаруживать заблуждение нет почти нужды. Всякий из нас знает это сам по опыту. Дайте голодному камень вместо хлеба, тотчас узнает, что то не хлеб. Так и мы испытали уже все придуманные нами благо и знаем, что они нерадостны. Нерадостно богатство, нерадостно слава, нерадостны все удовольствия, чувства и вкуса, и обоняние, и осязание, и слуха, и зрения, даже и те, кои известны под именем высоких наслаждений. Пустота в душе, смятение и томно-сердечное ясно показывают, что там кроется обман и обольщение. Но что за несчастное у нас расслабление? Ясно сознаем, что мы в обмане, а не возымеем крепости отказаться от обычая жить в обмане. Потому и словом и делом гонимся за ложными удовольствиями при уверенности, что они для нас крушение духа, даже с самим крушением духа. Ложных наслаждений не вкушаем, от истинных отклоняемся и стоим таким образом в некоторой безотрадно неопределенной средине. Кружимся и действуем по чьему-то внушению, как орудие. Жалуемся друг другу на такой порядок и все остаемся по-прежнему в нем. О, Господи, когда же наконец избавимся мы от ослепления? Соломон вдавался в удовольствия ложные, когда в себе самом носил источник истинных наслаждений, Богом дарованную мудрость, напознавши опытно, что все на земле есть одно крушение духа, тотчас все оставил и опять обратился к истине. Позволим братья и о себе надеяться, что в нас ослепление только отчасти, только на время. Господь милосердно не попустит нам навсегда оставаться всем дыме, всем чаду и опьянении чувственном. Пробудимся, Бог даст и опять познаем и исповедуем истинную радость, и тогда уже радости наши никто не отнимет у нас. Только, братья, скрепим сию надежду до времени, по крайней мере одним видимым делом благочестия, будем благоговейно взирать на нашу святую церковь, честно хранить ее уставы, неуклонно ходить в ее постановлениях. Тогда незабывающий дело и труда любви Бог и за это одно помилует нас и от внешнего действием духа своего приведет к внутреннему. Пусть себе преступные и богопротивные и свои мудрые изобретают свое служение без церкви и ее благообразного чина в святых постах, в праздниках и священнослужении. Останемся лучше в смиренной части людей, преданных церкви, без отмен и нечестивых мудрований. Все еще будем присем хоть одной частью на стороне истины, будем заключены внутри мрежи апостольской. И пусть мы непотребны. Может быть, наконец, Бог скажет кому-нибудь и о нас заколи и яшти. Всем чаянее будем чаще обращаться к преблагословенной, радости нашей с молитвой, да посетит нас и положит благая в сердцах наших, как и ей первой принесена благая весть с престола божия аминь.